Есть три необычных столба, в котором присутствует все то же, что мы нарабатывали, но они просто немножко такие экзотические, что ли, как у нас карате говорят, звериные, то есть необычные. Первый столб мы тигр с вами посмотрим, второй столб, столб на одной ноге, можно его журавль назвать, и высший столб такой, условно высший дракон. Дракон это в восточном, он такой неуловимый, какое-то существо его невозможно понять, он везде присутствует. А столб тигр, он как бы демонстрирует вашу внутреннюю наполность, когда вы начинаете эти практики делать, почувствовали внутреннюю силу. Низкий столб, в котором он, кстати, от входов ноги, или входы, или быстрое смещение, очень хорошо работает. Вот у вас была такая позиция, короткая кокуца, а можно сделать длинную кокуцу, вот такую, да? Ну, похоже немножко, как шатакан длинная. Вот такая длинная. Весь тело чуть больше тоже на задней ноге, и больше, ну, сколько возможно фронтально, здесь чуть боком, вот такое заряженное, да? Расстояние, ширина ваших бедер, плеч примерно вот здесь. Весь тело немножко назад переместите, и попробуйте три пружинки связать. Вот здесь тазобедренный колено, тазобедренный колено, тазобедренный носок, вот пружинка, и голова. Вот эти три пружинки, вот я сейчас пробую, подмышки раскрыты, руки в положении, передняя рука в районе колена, задняя в районе тазобедренного встава. И вот здесь вот эти усилия могу потянуть назад-вперед, наружу-внутрь, вверх-вниз. Это тигр. Образ какой, ну, по классике, как будто я сел на тигра, обхватил его ногами, вот ширина, да? Вжимаю. Здесь за шею взял, а здесь за бок. И я его очень держу с одной стороны сильно, с другой очень молдунистый, переменчивый, потому что неизвестно, куда он рыпнется. Если он вырвется, он развеет, потом сел, обхватил, как родео, и должен реагировать на все движения. Он дернулся вперед, и раз, быстро назад, и назад, вперед. То он должен коротко среагировать в этой низкой позиции, широкой, должен быстро сместиться в любом направлении. Он в эту сторону двинулся, раз в эту, он в эту, в эту. Вот я заметно покажу, вот эту внутреннюю работу более заметно. То есть мне должно быть, по большому счету, если упрощенно, в низкой позиции, когда делаю вход, удобно двигаться в любом направлении. Я не должен перенапряжен, мне должно быть удобно, комфортно из этого положения куда-то двинуться. А он очень удобен для входа, для быстрого входа. Сейчас расслабьтесь. Вот если, можно на секундочку попросить, вот я с дистанции, мне либо два шага сделать, либо я могу попытаться задний... В этот момент шага, видите, у меня примерно такая позиция, то есть я могу попробовать войти за один шаг, да? То есть здесь двигай, двигай. И в тот же момент готов уйти. То есть либо вы за два шага войдете, либо за один, да? Вот примерно эта же позиция, видите, близко. Можно использовать как вот. Можно использовать от защиты от входа в ноги, то есть пытаешься войти в ноги, да? Вот тоже примерно, да? Остановил, еще раз попробую. Не, хватай ноги, да? Вот, видите, когда я не защищаюсь. Если резко падает, еще одновременно вот здесь встретили тут же. Можно, наоборот, для входа в ноги тоже пользоваться. То есть универсальное значение. Вы почувствовали просто комфорт в этой позиции, что можете меняться в любом направлении и можете использовать в зависимости от ваших. Можете картошку копать. Слушайте, это даже в ковбойский бар там, знаешь, на быке. Да, да.